Теперь, что касается Питсунды и самого объекта, у меня такое ощущение, что есть недосказанность на различных площадках того, почему вообще вызывает беспокойность этот вопрос. Ну, вроде бы там территория была и была, она остается за Российской Федерацией, за структурой определенной и остается. Мы не против. Мы не против. Это совершенно нормальный процесс. Это дружественная страна, в лоне которой мы находимся и на периметре которой, вы видите, происходят какие процессы, ситуация будет ухудшаться. Мы это тоже знаем. Но здесь вопрос совсем в другом. Для меня, например, совершенно непонятно, что на этой территории, когда мы говорим юрисдикции, что там не будет юрисдикции Республики Абхазии, на этой территории не будут работать законы Республики Абхазия вообще. То есть получается, что внутри Абхазии существует государство-анклав, то есть это отдельное, это не посольство, это не резиденция, это не военная база, это не то, что это все отрегулировано, все, что мы сейчас перечислили, это все уже отрегулировано соглашением. У нас там все в порядке. Это государство-анклав. Мало того, если там нет никакой пометки, что эта территория не может быть отчуждена третьим лицам, то есть завтра теоретически эта территория может быть продана частному лицу. И у частного лица будет возможность там, по сути, не соблюдать абхазские законы. То есть условно, если завтра там откроют казино и будут прилетать или на яхтах приплывать, там, кстати, вопрос акватории тоже стоит, туда и там будет условно какое-то казино. Я казино говорю как самое безобидное из всего того, что может там чисто теоретически быть. Потому что речь идет о том, что это может быть отчуждено частному лицу, частной компании. Мы это уже проходили на примере краснодарской резиденции или как она там называлась, дачи. Поэтому здесь возникает много вопросов. А говорить о том, что основанием является то, что там нельзя провести капремонт? Ну, дорогие мои, я был членом межправительственной комиссии между Абхазией и Россией. У нас есть такая форма, как инвестиционная программа. Это уже кто-то говорил. Инвестпрограмма подразумевает инвестиции Российской Федерации в собственность Республики Абхазии. Но в чем проблема предусмотреть дополнительные средства в инвестпрограмме? Определить даже застройщиков, там, наверное, секретные застройщики могут быть. Ради бога, компании эти определить, расписать, что именно они будут строить. И провести это в рамках инвестпрограммы. Просто перегнать через абхазский счет, считайте, эти денежные средства. В этот постулат, честно вам скажу, я не верю.